Если говорить об анимированной инфографике и продолжить тему интерактива, то вот еще один сервис, он уже достаточно известный. Он едва ли не самый первый появился на рынке инфографики, до сих пор благополучно существует, причем он практически не изменился, вот как был, так и остался. Сервис Инфограм. Пример инфографики я вам в слочку отправила, ну и на слайде фрагмент. Здесь инфографика анимированная, то есть все картинки плавно появляются в кадре, вот это вот пирог, вот эта вот диаграмма круговая, она тоже анимированная, здесь если курсор наводишь, всплывают цифры, проценты, и так довольно интересно становится смотреть. Дополнительно сюда можно и видеоролик, кстати, загрузить, по ссылке из YouTube он тоже добавляется. Конструктор на английском языке. Здесь есть шаблоны уже готовые, из которых можно выбирать, к сожалению, их не очень много, 7 шаблонов всего, это маловато, конечно, но их можно перекрашивать, перестраивать, поэтому можно пренебречь этой особенностью. Вот сейчас у меня открыта, например, библиотека. Библиотека у сервиса очень неплохая, здесь можно найти иконки, и картинки, и даже анимированные, вернее, не анимированные, а видео такие, блоки, гифы и стикеры. Часть, конечно, платные, но есть и бесплатные элементы, в целом библиотека очень неплохая. Кнопочки здесь никак не подписаны, но вот по самим названиям кнопок, по самим картинкам можно понять, что они добавляют сверху вниз. В красной рамочке это, значит, у нас тексты, графики, карты, это, опять-таки, платная опция, там только карта мира представляется в маленьком формате, она не очень востребованная. Дальше хорошая кнопочка, она добавляет разные блоки, например, ленту времени может добавить какой-то красивый такой блок, красочный, в инфографику, ну, картинки, соответственно, и фигуры. Вот это вот троеточие в конце, оно позволяет добавлять интерактив, то есть видеоролики, например, с ютуба позволит добавить. И дополнительно можно внутрь ставить гиперссылки. Каждый элемент в этой инфографике можно дополнительно анимировать, то есть нажимаем на любой текст, на любую картинку, и появляется панель для редактирования, в этой панели обязательно есть кнопочка «Добавить анимацию», это «Animation». Нажимаем на нее, и у нас становится картинка анимированная, выезжает, выплывает, появляется. Вот таким образом более интересной становится инфографика. На выходе что мы получаем? Ну, во-первых, можно создать до 10 проектов, по сравнению с предыдущими сервисами это, в общем, неплохо. Более того, в каждом проекте может быть до 5 страниц, то есть многостраничную можно создавать. Естественно, скачать здесь нельзя, но можно получить ссылку и код, и встроить это все на странице сайта и блога. Сервис неплохой, проектов чуть-чуть побольше, можно взять в работу, попробовать что-то в нем создать. Но опять-таки упирается в то, что шаблончиков маловато.